В этот день, более ста лет назад, был установлен первый электрический светофор. Изначально он подавал сигналы только зеленого и красного цвета, желтый добавился чуть позже. А на сегодняшний день уже есть умные светофоры с собственным интеллектом. Этим зеленым кружочком на мониторе обозначен перекресток, где установлен как раз один из таких умных светофоров. А это все остальные, с интеллектом попроще. За исправностью каждого внимательно следят в диспетчерском пункте. Его сотрудник периодически регулирует продолжительность сигналов светофоров для предотвращения сильных пробок. На сегодняшний день в Барнауле 166 трехглазых объектов. Скоро их станет больше. В ближайшую, наверное, неделю уже будет введены в эксплуатацию еще два светофорных объекта. Это проспект строителей улица Доповская и Максима Горького Никитина. Кроме того, новый светофор со светодиодной подсветкой появится на пересечении из Миногорска-Белинского. Сейчас такой есть только на пересечении 280-летия Барнаула и Попова. Но несмотря на кажущееся обилие светофоров, жители города считают, что их недостаточно. Не хватает светофоров, знаете, пересечения Попова-Антона Петрова. Вот когда думают, что это кольцо, это на самом деле прямая дорога по Попово идет. Очень часто, особенно когда с работы возвращаются, на этом промежутке пробки. На энтузиастов и Ленинградская, там школьники переходят, а машины едут. Никто ничего не останавливает. На пешеходных зонах не везде. Так прям конкретно адреса не могу сказать. То есть нужны светофоры на пешеходные? Ну есть опасные участки. К слову, на одном из участков установлен эко-светофор на солнечной батарее. Именно такие сегодня одни из самых востребованных в России и в мире. Но в Барнауле выясняется, их не станет больше. По словам специалистов, солнцелюбивые часто выходят из строя в зимнее время. Но при этом они весьма дорогостоящие. В среднем же стоимость одного светофора вместе с установкой достигает полутора миллионов рублей. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.